Старт диалогу Минска и Ташкента главы государств дали в прошлом году во время визита в Узбекистан Александра Лукашенко. Сентябрьская встреча на высшем уровне стала перезагрузкой в отношениях. По итогам двустороннего бизнес-форума заключили более 80 контрактов на сумму почти в 200 миллионов долларов. Белорусский лидер поручил правительству активно подключаться к разработке новых проектов. Позже была подписана дорожная карта. Ответ 2018-му – первый форум регионов Белоруссии и Узбекистана. Его итоги подвели накануне. Подписано сразу 26 соглашений между областями и более 20 прямых коммерческих контрактов. Хорошего результата достиг и холдинг Бобруйска-Громаш. Мы согласовали концептуальное решение работы с холдингом УСА над тех холдингом Узбекистана. Будем работать в продвижении техники Бобруйска-Громаш до 1000 единиц до конца 2020 года у нас прописано в соглашении. Уже завтра совместная делегация Могилевской области и Узбекистана посетит Бобруйска-Громаш. Гостей познакомят с работой предприятия и презентуют продукцию. За делом на перспективу. Кроме того, в рамках форума в эти дни в стране проходят Дни культуры Узбекистана. Тематические мероприятия прошли в столице, а сегодня артисты приехали и в Бобруйск. Очень интересно. Узбекистан наша родственная страна, будем говорить, из бывшего союза. Очень много общего было связано. Тем более, я немножко роднее туда. Четверть состава у меня от южных кровей. Мне понравилась программа. Ансамбль «Ялла». Я его очень люблю еще с молодости. Мы жили много лет в Ташкенте. Служил мой муж там. Елу смотрели в Чехословакии, служили. Теперь здесь хотим посмотреть. Официальные переговоры между президентами Белоруссии и Узбекистана запланированы на завтра. По итогам встречи по планам подпишет пакет документов по развитию сотрудничества. Страны ставят перед собой амбициозные цели – довести уровень взаимной торговли до полумиллиарда долларов. Потенциал для этого есть.